Мне очень нравится вдыхать этот воздух. Воздух Невы, свежий, солёный, какой-то морской. Ощущать этот холод, холодный ветер родного города, он всегда меня согревает. Петербург и Мариинский театр — это ассоциация с моим детством, с моим началом, с той прекрасной акварельной юностью, которая проходила на сцене именно этого театра. Петербург воспитывает, он придаёт какое-то особенное, правильное направление разуму. Петербургцы совершенно иные люди, они даже мыслит, мне кажется, совсем по-другому. Я никогда не перестаю любоваться красотой и совершенством своего родного города. Я родилась в балетной семье. Мои мамы и папа были артистами балета. Они встречались ещё в Академии русского балета имени Вагановой, тогда это называлось Ленинградское хореографическое академическое училище. Папа был на год старше, и он заканчивал класс усовершенствования у педагога Анатолия Несневича. А мама училась у Натальи Михайловны Будинской. И была одной из её любимых учениц, она очень нравилась. Я помню мамин рассказы про то, как она занималась в классе Будинской, какой это был строгий педагог. И, честно говоря, она пророчила маме карьеру в Мариинском театре и рекомендовала ей туда попробоваться, просмотреться. Но, наверное, так сложились обстоятельства, что мама и мой папа, они с опозданием на год, мама опоздала на год, чуть-чуть помоложе, они пришли в театр имени Мусоргского. Это Малый оперный театр. Тогда он так назывался. Сейчас это знаменитый театр Михайловский. Довольно рано родители мои поженились. Вскоре родилась я. Моя мама начинала свою творческую деятельность в театре в Уфе. Один год она отработала там, она танцевала сольные партии. Среди них была фея нежности. Потом уже в Михайловском театре она танцевала фею в балете «Орлики надо». Она у меня безумно красивая. У мамы были очень такие красивые линии для балета. И, наверное, ее карьера бы сложилась более успешно в те годы. Если бы не мое рождение, она сразу после рождения ребенка посвятила себя воспитанию дочки. И все силы, свои эмоции, творческие запасы отдала мне. Вот совсем детская фотография. Уж совсем. Ребенок-ребенок. А вот из взрослых своих фотографий люблю вот эти. Потому что очень хороший фотограф их делал. Хиде Мисето. Японский фотограф. А вот из любимых маминых фотографий. Мне вообще кажется, она была удивительно гармоничная. Когда я выпускалась, когда была балериной, когда танцевала, очень худенькая, стройная, изящная. Очень люблю мамины фотографии смотреть. С определенного возраста меня воспитывал мой отчим, Михаил Витальевич. Он замечательный человек. И он моряк. Это совершенно уже другой род деятельности. То есть в нашей семье так получилось, что мамин второй муж, мой отчим, это был совершенно человек из другой сферы. С его появлением, я уже была девочка, взрослая, я уже ходила в школу, уже многое понимала. В доме началась другая жизнь. Вся наша творческая атмосфера, она немножечко разрядилась некой дисциплиной. Потому что он человек дисциплинированный. И в семье тоже появилась некая большая дисциплина, меньше уже эмоций, больше дела. Он человек слова и довольно строгий человек. В детстве мне приходилось нелегко найти с ним общий язык. Но благодаря тому, что он такой очень принципиальный, он многому меня научил. Ну а мама всегда оставалась поддержкой для меня. Это и профессиональная поддержка, безусловно. Потому что с самых первых классов школы она занималась со мной сама. Эти занятия я не забуду никогда. Очень трудно заниматься с родным человеком, потому что хочется капризничать, не слушаться, ничего не делать. А я помню, что на кухне мама ставила меня к столу, за стол я держалась. Она ставила тяжелый предмет или своей ногой преграждала мне путь, и заставляла очень выворотно пяткой вперед выводить батман-тендюм. То же самое было в сторону, назад. Все эти упражнения я хорошо запомнила. Наверное, я тогда не отдавала себе отчет в том, что я делаю, но я точно помню, что нужно вот пяткой вперед и все. И вот хоть убей. Это главное замечание. И потом вот так забавно уже, когда я стала балериной, уже многие спектакли проходили. И если я получала комплимент в адрес моих стоп, в адрес какой-то школы, грамотности, выучки, я всегда говорила, это к маме, это ее благодарить. Потому что я вечерами там на этой кухне ничего не знала, кроме того, что пятки вперед. Вот, наверное, это такое золотое правило сохранилось навсегда. И аккуратность танца, и чистота исполнения – это, наверное, приоритет, который мне привили мои родители, артисты балета. После первого класса результаты обучения были не самые лучшие, потому что я не была из трудолюбивых девочек. Под любым предлогом убегала с занятий, если было можно, в медпункт или куда-нибудь еще. Мне плохо, я устала. Мама отдала меня в руки Николая Ивановича Тагунова. Это педагог замечательный совершенно. Он работал с такими артистами, как Фарух Рузематов. Ну, это действительно настоящий мастер, мастер своего дела и человек, который знает, как нужно преподавать, и что конкретно нужно объяснять ученику, и как с ним нужно разговаривать. Совершенно спокойно, без эмоций. Он умел донести до меня то, что, наверное, не могла донести мама в силу обстоятельств, что я ее дочка, и я не всегда хотела слушаться. Николай Иванович со мной работал строго. Все-таки строгость в детстве – это мне очень помогло. Наверное, есть такие дети, с которыми необходимо быть строгими. Я вообще считаю, что строгость – это очень важно в вопросах воспитания. И он перевернул мой детский мир и заставил меня думать по-другому. Он мне конкретно объяснил, что нужно в профессии делать, чтобы достигать успехов. И вот с его появлением в моей жизни я веду совершенно другой новый отчет. И вот до сегодняшнего дня я помню, что именно в занятии с ним началась совсем другая для меня жизнь. Я начала понимать, что главное, что второстепенное, что мне совсем не нужно и на чем я должна сосредоточиться. После занятий с ним начались успехи. Была первая, самая высокая в классе оценка по уроку классики. Был первый успех, первое ощущение, вкус вот этот вот, что я лидер, я молодец. И, наверное, это меня стимулировало, потому что я не стала превозноситься, а я, наоборот, я стала каким-то фанатиком. Я считаю, что это очень хорошо, потому что не было желания остановиться, сказать, вот, все здорово, я способная девочка, у меня и все так получится. Данные у меня действительно все от природы были. И в школу я пошла по адресу, что называется. Но трудолюбие — это привил мне именно он. И когда я осознала, что могу быть лидером и действительно делать успехи, я поняла, что именно в этом направлении я буду развиваться. А из самых смешных детских воспоминаний, трогательных, наверное, я помню, что в этот момент моего вот этого взросления, когда я понимала, что вот теперь старания, никак иначе, только успехи, труд, труд, я пришла в главный репетиционный зал Академии русского балета, а там стоял бюст Мариуса Петипа. И я такую дала детскую клятву, вот, Мариус Петипа, я обещаю тебе, что я буду самой лучшей в классе, и я выпущу собеждательно самую высокую оценку, у меня будет пятерка, я буду самой лучшей ученицей. Это, конечно, смешно и забавно, но я сдержала эту клятву детскую такую. Действительно, выпустилась с пятеркой и поступила в Мариинский театр. Мариинский театр. Мариинский театр. После выпуска, буквально в первые несколько месяцев, меня оформили в поездку в Париж. Это было что-то необъяснимое, потому что из класса, из этого выпуска, хотя выпуск был очень успешный, у нас очень много замечательных ребят выпускалось, только одна я поехала в эту поездку, что меня безумно волновало, и радовало, и пугало. Первые свои слезы разочарования от того, что где-то в кардебалете я что-то не могу ловить. Это был балет Стравинского «Жар птица», где нужно было считать, я этого еще делать не умела. Получала постоянные упреки от старших, постоянно рыдала за кулисами после спектакля в костюме Кикиморы. Первая сольная партия тоже состоялась в Париже. Я станцевала роль Ману в балете «Байдерка». И, как сейчас помню, я все время ходила вместе с бутафорским кувшинчиком. Этот бутафорский кувшинчик – атрибут этого персонажа, это кувшинчик, с которым танцует эта героиня. И весь смысл номера в том, что он держится на небольшой петельке на самой макушке, и в самом конце номера нужно его аккуратненько снять и опрокинуть в кувшин, показав тем, что воды в нем нет. Так вот, с этим кувшином я не расставалась никогда. С утра до вечера я ходила с ним на голове, и помню, что начинался прогон, и я как-то, не заметив, наверное, что я стою в неправильном месте, меня было видно в зрительном зале, я пыталась все разучивать, какие-то шаги, все постоянно повторяла. И помню, тогда наш руководитель Мариинского театра Махар Вазив сказал «Образцово, вот так тихо в микрофон, ты можешь наконец со своим кувшином уйти с моих глаз? Я видеть тебя больше не могу, ты постоянно с ним ходишь». Это было так страшно. 18-летняя девочка, боже мой, ко мне личное обращение в микрофон на сцене театра Шатле в Париже. И после возвращения с этих гастролей Махар Вазив подошел ко мне и сказал «Ты знаешь, я видел тебя на выступлении спектакля «Золушка» Константина Сергеева, это очень сложный спектакль, и я увидел в тебе Джульетту. Начинай готовить эту партию». У меня в тот момент ноги перестали чувствовать пол, я как будто стала проваливаться в какое-то пространство, совершенно не могла поверить этим словам. Начинай готовить Джульетту. Я даю тебе спектакль, Ромео и Джульетту. А, кстати, и твоим педагогом будет Нинелли Александровна Кургапкина. Завтра у вас с ней репетиция. Все. После этих слов я начинаю свой отчет как балерина Мариинского театра. Потому что тогда я впервые поняла, какая ответственность ложится на мои плечи, и, боже мой, разве могла я поверить в такое, что я буду танцевать Джульетту? Это было только в мечтах, только в каких-то самых-самых тайных размышлениях о будущем. Ну, когда ты открываешь рука сюда, и ты где-нибудь стоит, и перейти больше открываешься, и вот, кладяк, кладяк, ну, просто так, и первый раз, и ты будешь справлять. Теперь рука, и вот эта, как это будет, иди, 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 Раз, два. Раз, два. Погнёшь. Раз, два. Погнёшь. Вот так. Вот так. Вот так. И расходи сюда, вздох. Раз. Шагай сюда на любую ногу. Как ты делаешь? Сделайте отечек, пожалуйста. Пожалуйста, только шаг делай, раз. Каждый новый спектакль открывал для меня новые возможности моего тела, моей души, моих актёрских способностей. Я не могла просто вместить в себя всю ту радость, все то счастье, которое я получала от своей профессии в первые годы работы, когда мне было 18-25 лет. Вот, наверное, этот период был самым такой сказочный, розовый, снежный, я не знаю, волшебный. 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 Уже после, когда я победила на московском международном конкурсе, заработала золотую медаль, я стала оценивать себя уже по-другому, потому что я поняла, что профессия не заключается только в рамке одного театра и в рамке одного города, который я люблю, обожаю, но все же, оказывается, есть еще другой мир. Я получила первое приглашение в Рим танцевать в Театре Римской оперы вместе с Карлой Фрачи, с настоящей легендой мирового балета. И тогда я, наконец, вкусила еще вот что-то другое, что, оказывается, есть мир, оказывается, есть Европа, а потом Америка, Япония, боже мой, все это, все это в моей власти. Я везде могу себя показать, проявить. Я работаю с новыми артистами, с новой труппой, и у меня новый репертуар. Я начинала тогда понимать, что существуют еще другие школы, существуют другие техники, и это все очень интересно познавать. И началась такая, если можно сказать, другая полоса моей жизни, полоса путешествий. После Рима было интересное приглашение в Берлин поработать в труппе Владимира Малахова, поучаствовать в его проекте «Малахов и друзья». Были гастроли в Америку, где я танцевала впервые спящую красавицу. Рима Малахова После этого я была в Вероне. Верона стала для меня тоже настоящим событием. Я танцевала там балет «Золушка». Кстати, балет «Золушка» я танцевала в стольких версиях, что, наверное, даже не вспомню сейчас. Наверное, около четырех разных, а то и пять, наверное, даже пять разных версий этого балета я в своей жизни танцевала. И все они были очень разнообразные, но, наверное, любимейшей, все же любимейшими останутся две. Это версия Константина Сергеева, потому что с ней выпускалась, с ней связано детство. И, конечно, версия Ратманского. Сейчас все я танцевала. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я абсолютно влюблена в этот балет. Его Золушка, его представление об этой девушке, об этом существе каком-то необычайном, оно настолько мне близко. Я настолько люблю этот балет, атмосферу этого балета. Эти темные кулисы, эти чугунные декорации. Я просто обожаю все это, потому что в моем представлении современная Золушка выглядит именно так. И живет именно в таком странном угловатом мире и ищет чего-то необычайное, ищет такую же родственную душу, которую находит в принце. Балет у Ратманского получился очень философский. И конец этого спектакля именно такой, каким он должен быть. Он и светлый, но в то же самое время он грустный. Она уже не одна, но она все же одинока. Это какое-то внутреннее, бесконечное одиночество, но светлое одиночество. Это трудно передать словами. Мне кажется, надо смотреть этот балет. И я, наверное, никогда на сцене не переживала большего счастья, чем счастья при исполнении последнего дуэта третьего акта в балете Ратманского Золушка. Тогда в моей душе, в моем сердце происходил какой-то надлом. Я как будто начинала понимать, что такое жизнь. Может быть, звучит пафосно, но никогда, ни в каких самых любимейших и ярчайших балетах, которые я когда-либо танцевала, я не была так счастлива, как в эти несколько минут на сцене во время исполнения последнего «Адажа и Золушки». За это хочу сказать Алексею Ратманскому большое спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон» Спасибо. 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 Спасибо.